Не успел звонок сообщить об окончании урока, а в столовой лице и созвездии ученики уже начинают завтракать. Это сделано для того, чтобы разделить поток школьников на перемене. Как только ребята усаживаются за столы, сотрудники столовой начинают раздавать блюда. Еда подается горячей. Сегодня в меню гречневая каша с мясом, груша и чай с бутербродом. Кто-то может прийти даже на две минуты раньше до звонка, потому что уже знают учителя. Поэтому приводит обязательно учитель. Столы, как вы видите, группа от группы, класс от класса отделены на соответствующие расстояния. Есть меточки определенные. Накрывание идет сразу. Столовая оборудована всем оборудованием. Детям начинать учебный день такими завтраками нравится. Так Дима Косарев говорит, что всегда с удовольствием съедает свою порцию. Утром довольно полезно позавтракать, потому что когда ты учишься, ты устаешь, ты тратишь силы. И поэтому обязательно надо поесть. Насколько качественно кормят детей, оценили общественники, представители родительского сообщества. Проверку организовали после того, как на федеральную горячую линию ОНФ поступило обращение о качестве бесплатного питания в лицее. Имеют ли претензии заявители объективную почву или же это случаи частных вкусовых особенностей, эксперты проверили самостоятельно попробовав приготовленную еду. Часто бывает, дети необоснованно жалуются родителям на завтрак. То есть бывает что-то немного остывшее, холодное. Бывает что-то недосоленное или недослощенное. На самом деле это не сказывается на качестве пищи. Все очень вкусно и полезно. Сегодня мы убедились в этом сами. Эксперты оценили работу и столовой в 152-й школе. На нее тоже пришло обращение на горячую линию. Замечания не выявили. Общественники будут и дальше вести контроль бесплатного горячего питания для начальных классов, организованного в школах по поручению президента России. Образовательные учреждения будут проверять по мере поступления обращений на федеральную горячую линию ОНФ. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Спасибо.